Ладно, я тебя прощаю. А мне не надо вашего прощения. Не надо? Давай помогу. Я сама. А, сама, сама. Сегодня стало известно о кончине советской актрисы, заслуженной артистки России, Валентины Малявиной. Актриса ушла из жизни еще 30 октября, но об этом стало известно только сегодня. В последние годы жизни Валентина Александровна жила в фансионате для престарелых. Ей было 80 лет. Валентина Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве в семье военного. Когда началась война, отца отправили на Дальний Восток. Вместе с ним уехала вся семья. В Москву Малявины вернутся только в конце 40-х годов. После окончания школы Валентина поступила в Щукинское театральное училище. После его окончания в 1966 году ее принят в свою труппу театр имени Вахтангова. В 1979 году актриса перейдет в театр-студию киноактера. А вы любите читать? Да, очень. Это, пожалуй, единственное мое увлечение в нашем городе. А что же вы находите для чтения? Это довольно сложно при нашей литературе. Ну почему? Большие журналы, они стали очень хорошо издаваться. Вы слишком пристрастны к нашим журналам. Они сами, я думаю, не подозревают в себе тех достойностей, какие вы в них открыли. В кино Валентина Малявина дебютирует в 1960 году в картине «Первое свидание». Всесоюзную известность она получит через два года, после роли фельдшера Маши в картине «Иваново детство». Пройди по березке. Ты же ничего не боишься? Пройду. Может, хватит? А ну прыгай, я поймаю. В 60-е и 70-е годы Валентина Александровна активно снимается. Ей достанутся главные роли в лентах «Утренние поезда», «Красная площадь», «Король-олень», «Цена быстрых секунд». А твой комиссар в меня влюбился. Ах, ах, ах. У тебя в макаку все влюбляются. Все не все, а вот он влюбился. И он похож на Алешу Карамазова. А что будет, если я в него влюблюсь? Что тогда будет? Тогда я его застрелю. В 1978 году случится событие, после которого актриса на 10 лет уйдет из кинематографа. Познакомившись с актером Станиславом Жданько, у Валентины начнется бурный роман, закончившийся трагедией. После одного застолья Станислава найдут мертвым с ножом в сердце. В случившемся обвинят Валентину, которая вину свою не признавала, настаивая на версии самоубийства. Суд приговорит актрису к 9 годам лишения свободы, 4 из которых актриса отсидит, выйдя на свободу в 1987 году по амнистии. Во время пристройки в 90-е годы Валентина Малявина будет играть на сцене театра «Артист» и изредка сниматься в кино. Но все эти киноработы будут незаметными. В 2001 году с актрисой снова случилось несчастье. После принесенной травмы головы она навсегда потеряла зрение. Знакомые помогли Валентине устроиться в дом-пансионат, предназначенный для деятелей науки. В 2002 году вышли мемуары актрисы «Я хочу любить». Светлая память Валентине Александровне соболезнования родным и близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова